Я в смысле уходить с кабинета. Здравствуйте всем. Здравствуйте, надо проверить, интересно, вроде бы меня видно, но чтобы меня было слышно. Меня слышно? Я по старинке спрашиваю, слышно, видно, интересно. Всем здравствуйте, сегодня четверг. Два часа дня, обеденное время, и мы с вами встречаемся в очередном прямом эфире, в котором будем рисовать, будем рисовать очень простые, очень быстрые дизайны, которые можно собрать из разных материалов. Можно вот, допустим, роспис соединить с какими-то отпечатками, благодаря технике стемпинг. Можно добавить немножечко разных цветов, таких загадочных, но выдержать моногамный такой вот бело-черный вариант дизайна. Вот все, пишут, и слышно, и видно. Всем здравствуйте. На страничке у Екатерины Мирошниченко сегодня с вами я. Меня зовут Наташа, фамилия Коклюгина. Я работаю инструктором в Ростове-на-Дону. И сейчас мы с вами проведем такой очень быстрый, даже вот прям по имени, здравствуйте. Наташенька, здравствуй, я тебя тоже вижу. Проведем с вами такой быстренький мастер-класс, в котором сделаем вот такие вот варианты дизайна, которые, ну, прикольно. На самом деле, как бы ничего тут сложного нет. Самое интересное здесь, это же, конечно же, вензеля, которые были, есть и будут, которые можно нарисовать вот сверху по готовой поверхности. Но при этом задать такой немножечко какой-то старинный, какой-то немножко застаренный, пристаренный фон. Вот. Делать будем очень быстро, очень легко. Какая красота, написала Мария. Очень большое спасибо вам. Ну, на самом деле, мне нравится просто вот не столько вот, знаете, как в комплексе все. Вот эта загадочность на заднем плане интересная такая, с отпечатками, с витражным вирлаком. Ну, и плюс сверху вот такой вот незамысловатый рисунок. Ну, я думаю, что кто... Вот тут вот я чуть-чуть читаю перед носом надписи, записи, надписи. Наталья, рада видеть вас. Я тоже рада, только я сильно переживаю. Очень переживаю, очень нервничаю, поэтому буду стараться делать быстро, чтобы сильно долго не задерживать ваше внимание. Так. Ну, я пока уберу в сторону. Это такие варианты на заданную тему. Может быть, у нас сейчас получится какой-то вариант в этой же технике, но немножечко другого плана. Вот. Значит, в основу мы возьмем с вами белый фон. Ну, белый можно покрыть ноготочек белым гель-лаком. Это только звук. Девчата, скажите, пожалуйста, есть ли звук у всех, потому что вот тут у Марии сомнения какие-то появились. Так, проверьте, слышно меня? Будьте добры, девчат, напишите еще разочек. Помахать. Звук есть. Все. На этой замечательной ноте начнем. Значит, покрытие сделаем белым. Значит, можно, например, покрыть ноготочки альпийским снегом. Да, это гелевая краска, всем давно известная. Либо, например, белый гель-лак. Возьмем в основу. 0,01. Белый лотос. Ну, на клиентах, как правило, покрытие мы всегда делаем в два слоя. Первый слой тоненький, да. Просухаем, просушиваем и второй слой. Ну, на типсе, конечно же, для образца можно, в принципе, остановиться на одном слое. Так, просушиваем 30 секунд. И на задний план фона. Все отлично, я тему прикрепить хочу. А как мы назовем наши варианты типсиков? Вензеля. А, так и назовем, да? Сейчас тут Катя должна написать. Ага. Сейчас. Напишите тему вензеля. Девчата, если не сложно, напишите тему вензеля. Потому что от Юли что-то не... Ага, вензелечки или вензеля, как хотите. Вензеля это просто. Ага. Так, ну я пока продолжу. Тем более, что у меня высох фон. Так, и мы ничего пока не будем с этим фоном делать. Мы с вами добавим немножечко на задний план дополнительных оттенков. Я предлагаю это сделать с помощью витражного гель-лака номер 258. Спасибо. Так, возьму немножечко коричневый гель-лак. Витражный гель-лак, он полупрозрачный. Вот такая была у нас до недавнего прошлого расфасовочка. Вот такая коричневая. Видите, в пузыречке гель-лак витражный. А потом стали их выпускать в баночках. Так что, в принципе, что в баночках, что в бутылочках, это одно и то же. Номер 258. Сейчас я вот тут вот на столе. Екатерина Николаевна нашла. Вот видите, в баночке такой же коричневый витражный гель-лак. Видите, такой более густой. Вот. Сейчас вот в баночках. А раньше в бутылочках. Так, возьмем, добавим к фону черный гель-лак номер 30. Можно взять гелевую краску черного цвета. И еще можно добавить немножечко желтенького. Ну и, конечно, мы не будем в чистом виде добавлять это на белый фон. Мы с вами предварительно смешаем их с топом без липкого слоя. Это будет теклос. Вот таким вот образом. Я немножечко поставила капельку теклоса рядом с гель-лаками. Так, и вот таким вот простым способом смешаем с теклосом. Можно даже в коричневый взять не в чистом виде, а добавив в него капельку черного. Он станет чуть-чуть темней. Можно также смешать черный гель-лак или черную гелевую краску с теклосом. Ну, немножко, не знаю, посмотрим. Может быть, чуть-чуть вот так коричневый, желтый и черный. Ну, я думаю, что, в принципе, можно взять любые, конечно, сочетания цветов витражных гель-лаков. Я думаю, можно попробовать и красным, и желтым, и синим посочетать. Тоже будет красиво, потому что они, когда смешиваются, получаются очень красивые дополнительные оттенки. Так, ну и потихонечку буду добавлять цвета к моему белому фону. Я просто просушила белый фон, не вытирая дисперсию, потому что вытирая дисперсию, ну, можно, конечно, вытереть. Но в любом случае, все же понимают, мастера, что вытирая дисперсию, увеличивается процент вероятности сколов, да, с поверхности. Так что можно, в принципе, и вытереть, ничего страшного. Но я хочу, чтобы вот таким вот образом по поверхности растушевать с помощью теклоса. В чистом виде могу взять теклос, вот капелька чистого теклоса. И теперь тихонечко, аккуратненько, вот так вот по краешкам растушевываем. Посмотрим, вот у меня тут добавилось немножко желтизны, я до этого образцы делала без желтого. Посмотрим, мне даже самой интересно, что в результате получится. Кисточка, какой можно кисточкой растушевывать? Ну, во-первых, можно взять идеальный мазочек номер 0. Можно взять тройку мазок. Можно взять вообще любую удобную кисточку для вас. У меня сейчас в данном случае в руках кисточка 2 ноля. 2 ноля для жестовской росписи. У меня такой плоский цоколь, видите, такая удлиненная лопаточка. И очень удобно вот такие вот образы, таким вот незамысловатым образом, набрав на кончик кисточки немножечко теклоса топа без липкого слоя. И аккуратненько, аккуратненько сводим все на нет. Можно добавить, если хочется, каких-нибудь цветов. Вот, допустим, здесь много у меня черного получилось, осталось. Можно взять сюда немножко, раз, коричневенького добавить. Это все будет под матовым топом. Поэтому вот такой вот яркости, как сейчас вот у меня получилось, конечно же, потом не будет видно. Ну, а изначально, чтобы все-таки был вот этот загадочный цвет такой состаренности виден, я все-таки стараюсь добавлять не только разбавленную, но и в чистом виде, да, какие-то пятнышки поставить. Все, и сводим на нет. Естественно, просушиваем примерно 30 секунд. Плюс-минус. Тут ничего страшного не будет, потом мы все равно это будем досушивать. И в работу мы с вами добавим элементы стемпинга, да, видите, вот эту технику. У нас их 4 пластиночки всего представлено, не такое уж большое количество. Значит, мы с вами сейчас попробуем отпечатать на наш вот этот вот фон растушеванный элементы именно с пластинки. Вот с такой, видите, вот можно тут взять лицо дамочки. Очень много разных продается пластин с элементами таких вот лиц. И вот, например, надписи можно добавить. Если посмотреть вот сюда на образцы, видите, вот можно отдельно просто надпись отпечатать на задний план. Можно, например, лицо и надпись. Вот мне почему-то кажется, что можно совместить. Вот. Единственное, что, например, лицо можно сделать более ярким, а, например, надпись сделать таким образом, чтобы она была как бы на заднем плане. И, например, я бы, можно было бы, допустим, лицо отпечатать краской, это будет более ярко или лаком. А вот, например, надпись можно отпечатать импастой. Импаста – это гелевая краска без липкости. И она классно отпечатывается, но не так ярко, как краски. Так, приготовим себе пластиночку сейчас. И, например, возьму краску и возьму эмпасту. Эмпасту. Совмещу работу с краской и с эмпастой. Есть онлайн-курс у нас на платформе, связанный со стемпингом, да. Анна Колод записала прекрасных несколько уроков. Вот, очень легко, легкая подача, очень много вариантов всевозможных с этой техникой. Так, я просушила фон, да. И вот сейчас, чтобы отпечаток отпечатался хорошо, вот именно в этот момент я могу взять и вытереть липкий слой с поверхности. Вытираем дисперсию. Все, подготовили пластину, куда будем отпечатывать. Подготовили карточку, которую будем счищать, да, с поверхности, ненужную краску. Так, ну и салфетка рядом. Так, давайте сначала отпечатаем лицо барышни. Здесь нужно будет работать очень быстро. Подушечку приготовили для стемпинга. Работать нужно будет очень быстро, потому что краска очень быстро высыхает. Итак, поехали. Мне не очень удобно под камерой, опять же. Краской заполнили лицо. Пластиком убрали ненужную красочку. И легкий накат. Набираем краску непосредственно на подушечку для стемпинга. Ненужную можно вытереть. И отпечатываем на поверхность. Отпечатали. Видите, все хорошо видно. Так, а вот надписи я сделаю наискосок, вот здесь вот на уголочке ноготочка. И сделаю это импастой. Для того, чтобы надпись не сильно бросалась в глаза. Мы возьмем с вами импасту. Так, кисточку возьму той, которая растушевывала. Геллочок по поверхности. Так, и вот буквально мне не надо полностью вся надпись. Я вот здесь вот немножко заполню импастой. Хорошенечко, чтобы все буковки забились. Тут можно не торопиться, потому что импаста не высохнет, пока вы не поставите ее в лампу. Я вот так аккуратненько, чтобы даже чуть-чуть пройдусь, чтобы лучше все буковки заполнились краской. Уберем все лишнее. И здесь несколько другое будет техника. Мы будем с вами медленно нажимать. Нажали. И медленно подняли. Видите, импаста хорошо тоже набирается, но она не такая яркая, как краска для стемпинга. Так, пластину убираем в сторону. И добавляем. Так, пристроились. И вот таким вот образом аккуратно добавили надпись на кончик. Вот так. Все. Ну и, конечно же, просушиваем. Просушиваем 30 секунд. Если краску сушить не надо, то, конечно же, отпечаток импастой придется просушить. То есть мы с вами сейчас сделали то, что мы видим с вами на заднем плане. Лицо девушки плюс добавили надпись, чтобы было понятно сразу на одной типсе, как это можно сделать. А вот смотрите, например, отпечаток с пластины, вот такие китайские иероглифы, видите, тоже на заднем плане. Ну вот, и получается очень даже загадочный вариант дизайна. Ну, по крайней мере, мне кажется, смотрится по-взрослому. Так. Теперь, что можно еще сюда добавить? Ну, чтобы, знаете, как в лучших традициях Екатерина Николаевна, все лучшее и сразу. И все на одну типсу желательно. Чтобы потом со всех сторон говорили, ой, ну что ж так перебор-то такой. Да, перебор. Нам так больше нравится. Даже Екатерина Николаевна. Вы меня там смотрите, подглядываете за мной. Так. Все лучшее сразу. Значит, можем вот сюда добавить какую-то полосочку. На самом деле, можно, например, взять какой-нибудь шармикончик в виде полосочек. Очень много всяких полосочек. Есть беленькие, есть и черненькие. Сейчас я вот здесь вот у меня где-то был под руками, не могу найти, но вот так. Есть шармиконы с полосочками, да, могу сюда приклеить полосочку, но я не хочу такую толстую, широкую сюда. Чтобы не искать, не мучиться, возьму сейчас в работу спайдер-гель. Он у меня тут под руками просто стоял, поэтому беспроигрышный вариант. Возьму спайдер, вытяну вот сюда полосочку, и потом вокруг этой полосочки буду танцевать, рисовать вензелечки. Вернусь по ней же обратно. Вот так вот. Можно немножечко, наверное, даже ее усилить. Я сейчас попытаюсь в то же место попасть, чтобы она такая поярче была, потому что в конце концов она у нас останется под матовым топом. Вот, прекрасно просушиваем. Так, и поверхность перекрываем матовым топом. Хотя, опять же, знаете, я делала и на матовой поверхности, и на глянцевой. Вот тут, барышня, видите, на глянцевой, а тут на матовой. Ну, то есть, задний план у нас уйдет так, как бы назад, а на переднем плане будет лежать реже, посредственно рисунок. Предлагаю перекрыть матовым топом. Так, перекрываем. Матовый топ в нашем случае это вельвет. Вельвет, ну, всем известный. Классный, хорошо держится, хорошо стоит, быстро не пачкается, как любые другие матовые топы. Ну, и самое ценное, конечно, что не имеет остаточной липкости, да, чтобы все это было быстро. Просушил и забыл. Все, закрыли матовым топом, выровняли всю поверхность, просушиваем. Ну, любые матовые топы лучше, конечно же, сушить не 30 минут в секунд, как любые гель-лаки, а все-таки просушить хотя бы минутку, а лучше две. Так, после того, как высыхает у нас топ, мы с вами будем рисовать вензелечки. Вензелечки будут очень простыми, правда-правда. Вот, ничего сверхъестественного и ничего супер-нового, скажем так. Я вам даже сейчас попытаюсь на листике изобразить то, что мы сейчас будем с вами делать. Простой элемент, я попыталась подвинуть палитру, смотрите, очень просто. Вы будете набирать капельку геля на кончик кисточки, и, например, вот таким вот образом, поставив капельку, будете акцентировать именно на этой капельке, внимание, и как можно дальше заводить окружность, чтобы получался такой, знаете, побольше, покруче вензелечек. И теперь, присоединившись к этой же линии внизу, видите, я вот так вот спускаюсь и, не отрывая руки, добавляю вторую вот эту линию, такую же, только чуть можно пошире, для того, чтобы получился такой двойной мазочек. А потом чуть ниже добавляю еще один. Обязательно акцентируем внимание на кончике, который будет выходить, и можно сделать вниз, опустить и поставить такую небольшую горошинку, знаете, как бы на кончике. Либо, например, нарисовав еще один небольшой листочек, вот с таким вот двойным мазком, видите, получается не как вензеля, а получается уже как листочки. И просто добавив длинный хвостик, вот такое может быть окончание. Можно хвостик закрутить, ну и, конечно же, сразу прикрепить где-нибудь рядышком еще один. Ну, просто хочется, чтобы вензелек был похож на листик, видите, вот с таким вот двойным мазком. Так, я пока это попытаюсь сдвинуть с экрана, чтобы фокус смотрел только на нашу типсу. Так, и теперь вот так чуть-чуть увеличив, мы с вами готовим на готовую поверхность с помощью эмпасты. Эмпаста – это у нас гелевая краска без остаточной липкости, черная эмпаста, черная смола. И мы с помощью эмпасты и кисточки линеарной 5 дробь 0 нарисуем тоненькие красивенькие вензелечки. Так, ну, тут ветки могут направляться в разные стороны. Ну, посмотрим, как у нас получится прям вот от балды, не срисовывая ниоткуда. Сейчас мы... Очень неудобно под камеры, но я сейчас подстроюсь так, чтобы получилось как можно тоньше. Так, ну что, я предлагаю вот сюда вывести, да, и вот сюда. То есть спуститься вдоль вот этой вот линии. Попрошу клиентку пальчик перевернуть. Эмпасту положила себе на кончик пальчика большого. Так, и теперь аккуратненько вот с заворотом вот сюда побольше радиус берем. Краска закончилась на кисточке, наберем еще раз, но не старайтесь брать сразу много, иначе будет сразу толсто. С двойным мазочком, чтобы это было похоже на листик. Аккуратненько укладываем вовнутрь, проходимся еще раз, просто добавляя дополнительные вот такие элементы к нашей основной линии. Ну и еще чуть-чуть, вот таким образом. Можно добавить снаружи, добавить мазочек вот здесь, но он всегда будет, все добавочные линии будут всегда короче, чем у вас первый, самый главный мазок. Так, давайте закрутим вот сюда еще один маленький листочек. Так, теперь нам каким-нибудь волшебным образом нужно переместиться вот сюда. Да, хотя, опять же, не обязательно, да, может быть, кто-то бы хотел бы просто нарисовать одну завитушку и на этом успокоиться. Но мы пытаемся построить такую незамысловатую композицию с небольшими элементами вензелей. Так, сейчас я переверну барышню нашу. Так, испачкала. Вот так, неудобно просто под камерой. Так, теперь нам нужно обыграть окончание вот этого листочка. Мы его сейчас вот сюда, наверное, аккуратненько закрутим. Так, и продолжим линию наверх. Завитушечка. Ну, тут уже ноготочек закончился, слава богу. Мы сейчас тут дооформим немножко. Поставим несколько вот так точечек вдоль линии. В любой непонятной ситуации поставьте пару точек вдоль линии, и будет вам счастье. Так, вот сюда продолжим. Сюда пару небольших горошинок. Так, и вот здесь вот, да, нам нужно обыграть немножечко. Поверну опять вот так же. Кисточку пока промою в капельке базы, чтобы она была совершенно чистенькой. Так, и пасту добавлю. Так, и доиграем вот здесь вот. Наверх. Можно добавить какой-нибудь небольшой маленький хвостик. Сделать вид, что где-то там дальше продолжается рисунок вот здесь на уголочке. В любой непонятной ситуации поставьте пару точечек, и оно будет смотреться как законченный. Так, ну и... Давайте вот сюда, на уголочек. Ну, как я уже сказала, как у нас положено в Ростове-на-Дону, все лучшее сразу, дорого-богато. Так, еще бы пару камушков сюда воткнуть, фольгушечки на фон отпечатать, блесточек добавить. Так, ну вот, таким вот образом. Я предлагаю вот именно в этот момент остановиться, просушить. Так, как мы с вами рисовали по готовой поверхности. Просушиваем. И еще раз повторюсь, что можно было... Мы сделали сейчас на матовой поверхности, а можно было бы сделать и на глянцевой поверхности. Видите, тоже интересно смотрится. И еще интересно все-таки, когда сочетается какой-то конкретный рисунок, да, плюс надпись какая-то такая состаренная, плюс еще вензеля, кренделя. И вообще смотрится дорого-богато. Так, мы просушили все это дело. И я по большому счету предлагаю больше ничего не добавлять, потому что и так перебор. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Хотя фон, видите, как бы составили из двух картинок, которые у нас вот находятся на такой пластинке. Видите, часть рисунка взяли с надписью, взяли барышню и соединили их на поверхности. Так, курс стемпинг у нас есть в записи, его можно приобрести. Вот, также в шапке профиля находится курс базовая, базовая роспись, да, азбука линии. Художественная роспись у нас, их два варианта есть. Есть отснятый заново немножко, обновленный материал. Но и в старой записи, и в новой записи везде есть вензеля, которые мы с вами сейчас нарисовали. Это элемент, неотъемлемая часть, элемент художественной росписи. И видите, в совмещении даже с разными техниками, в совмещении с разными материалами, декорациями, очень прикольно смотрится, и всегда можно добавлять без зазрения совести. Так, ну, так как у меня этот вариант тоже просох, я сейчас вот его сюда добавлю, и на несколько секунд оставим здесь на экране, чтобы, может быть, вы сделаете скриншот, и будут у вас вот разные варианты вот в такой вот технике. Видите, у меня сейчас типсик побольше, здесь помельче немножко, зато хорошо все видно. Мы очень быстро управились, вы заметили, да, даже я пыталась тут долго что-то разговаривать и рассказывать, на самом деле дизайн делается очень быстро. Все обуславливается только просушкой. То есть цвет просушили 30 секунд, гель-лак добавили, добавочный цвет 30 секунд, да, и того минута-две, плюс отпечаток с помощью техники стемпинг, да, то есть как бы получается еще буквально 2-3 минуты. По большому счету все за 10 минут можно закончить на раз-два. Спасибо вам большое за ваше внимание. Всем удачи. Надеюсь, что мы не очень много заняли вашего времени, скажем так, и вы его не зря потратили, даже если вы его потратили на просмотр данного мастер-класса. Всем, девчата, привет, всем огромное спасибо. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok